Продолжение следует... Не бог весть, какая литературная величина, но все-таки я не на помойке себя ношу, чтобы рассуждать о цитке, которого просто нет. Понимаете? Но то, о чем он говорит, это забавно. Он все ездит там по Англии, и все, ему попадаются какие-то английские друзья, которые завидуют, что Путин у нас есть. Потому что если бы у нас вот... Они говорят, если бы Англия могла себя защитить, но мы в военном смысле абсолютно беззащитны. А в Америке два старца, а вот у вас Путин. Ну и вообще весь мир завидует. Я не знаю, в каком информационном пузыре общается Цыпкин, и в каких подворотнях, в каких канавах подбирает он своих собеседников. Потому что там вот эта тенденция любой ценой присоединяться к силе, просто потому что она сила, так и не дает отчета. Помните, это вякнул Аркадий Николаевич у Другенева в отцах и детях. Я думаю, что попытки присоединиться к силе и сказать, да, вот вам повезло, у вас мужик с яйцами, у нас непонятно кто, все это же примета очень низкого сознания, сознания очень действительно подворотенного и кюветного. И я не видел ни одного такого персонажа в Англии, который бы мне после моих лекций или просто при дружеском общении с завистью бы сказал. В Англии, в общем, именно в Англии очень хорошо помнят уроки сопротивления фашизма. Ведь было время, когда Черчилль и его избиратели сопротивлялись фашизму в общем в одиночку, по крайней мере в Европе. Когда практически вся Европа либо легла под Гитлера, либо смирилась с Гитлером, а Россия выступала его союзником. Подписала с ним договор о ненападении и вместе с ним делила Польшу. Поэтому в Англии очень хорошо понимают и помнят, что бывают с теми людьми, которые соглашаются со злом, которые заигрывают с ним. Спасибо. 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 Спасибо.